всем добрый день вы на канале вязание там елена и зимок сегодня у меня очень интересно простая как всегда простая кофточка туника топик то есть то зависимости от того как что вы решите вязать я показываю принцип вязания рукавчики можно добавить длину добавить уже туничка а я связала вот такой топик на лето в преддверии все-таки лето белого цвета такая класс классика именно на лето светлые тона кому интересно предлагаю посмотреть тем более что у нас есть еще и схема схема простая может связать каждый сегодня предлагаю связать вот такую летнюю модельку топик связан он филейным вязанием что интересно вот здесь цветные вставочки мы вяжем поток сначала мы вяжем все полотно а потом уже вот таким образом заполняем любым цветом покажу как это получится такую цветную ячейку вяжется смотрите сначала набираем филийные квадратики и потом начинаю вязание раппорт узора 8 столбиков у нас раз два три получается вот такой прямоугольник из 3 рядочков потом опять у нас идет филейный ряд и опять вот такие прямоугольнички каким образом я начинала вязание все филейное вязание я всегда начинаю вязать это очень удобный набор колечками 1 2 3 4 воздушные петли и сам и в первую первую петельку столбик с одним накидом 1 2 3 4 раппорт узора у нас будет 4 колечка вот я набрала 2 4 колечко раппорт узора нужно набрать количество петель вернее колечек измерить по бедрам потому что бедра самая широкая как правило часть нашего тела набираем по бедрам вязать будем снизу вверх 4 колечко раппорт узора набрали замкнули в кольцо я примерно говорю сколько вот 4 колечко это раппорту узора набрали необходимое количество по мере посчитали по 4 потом замкнули в круг и первый ряд раз два три четыре первый ряд мы вяжем таким образом столбик с накидом воздушная петля то есть мы с вами вяжем филейный ряд который потом тоже будем все время вязать каждые 3 дочка в колечко столбик с накидом воздушная петля и между колечек и между колечко и у нас получится 4 колечко это 8 квадратиков это раппорт узора будет вот такие филейные квадратики воздушная петля само колечко воздушная петля и столбик с одним накидом само колечко вот таким образом нужно будет набрать колечко и замкнуть в круг и провязать первый ряд после того как первый ряд мы провязали скажу что у меня получилось у меня получился вот такого три дочек вот он мой первый рядок мы начинаем узор смотрите первый ряд и 3 мы вяжем все время одинаково столбики 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 столбик 1 2 3 4 5 6 7 столбиков и воздушная петля 7 столбиков воздушная петля второй ряд мы вяжем наш первый прямой угольничек точно также а во втором 3 столбика воздушная петля то есть первый ряд сейчас первый ряд сейчас мы вяжем распределяя узор таким образом раз два три воздушные петли это столбик между 2 столбик 3 4 5 6 6 7 7 столбиков провязываем и воздушная петелька у нас внизу тоже пропускаем воздушную петельку и вяжем просто столбик 7 столбиков и воздушная петля первый рядочек должен получиться таким образом 7 столбиков и 1 филейная клеточка в самом конце воздушную петельку сделали присоединились то есть обязательно считаем колечки их должно быть в рапорте 4 колечка 4 колечка это раппорт узора раппорт узора это два вот таких по 7 столбиков узора 1 2 3 4 это раппорт узора идем дальше я вижу поворотными рядами 1 2 3 4 воздушные петли вязать удобнее и шов не косит те филейные квадратики которые у нас есть мы их всегда вяжем одинаково они у нас обязательно должны быть вот филейные квадратики между столбиками второй ряд узора чуть-чуть меняется смотрите первый наш такой прямоугольник он будет всегда вязаться таким образом три ряда столбики второй прямоугольник выделены темным цветом немножко меняется три столбика воздушная петля три столбика воздушная петля это второй ряд узора третий ряд узора опять все столбики 7 столбиков как в первом ряду узор очень простой потом будет филейный квадратики и опять повтор узора но шах под на порядке будет меняться этому точке видно вот с дырочкой шах потом порядке потом эти квадратики можно будет красивым цветом оформить да как цветочек получится пока мы вяжем 7 столбиков мы вяжем первый столбик вернее не столбик а квадратик или прямоугольник 7 столбиков их можно не считать как они у нас есть по факту мы вяжем а второй прямоугольничек мы во втором ряду меня 1 и 3 ряд одинаковый во втором ряду мы меняем обязательно филейный квадратик и считаем раз два три столбика с одним накидом воздушная петля центре столбик пропускаем еще три столбика вот и все отличие то есть мы во втором ряду чередуем провязывая 7 столбиков сплошным таким рядочком и 7 столбиков вот таким образом раппорт узора 1 ромбик и 2 ромбик в третьем ряду в следующем мы вяжем как первый ряд 7 столбиков трилейная клеточка 7 столбиков трилейная клеточка и так дальше основной узор я провязала по картинке как прямоугольник а на вязании как квадратик получается из трех рядов просто столбики столбики с квадратиком филейным и просто столбики и они меняются теперь мы будем над простыми столбиками вязать вот такой вот вот такой квадратик будем меня вот и между ними идут ряды филейных квадратиков что это такое до 1 2 3 4 воздушные петли разворачиваем вязание в моем случае я всегда вижу поворотными рядами мне так удобно вот филейный квадратик провязали воздушная петля так что мне . решила запутаться воздушная петля столбик внизу пропускаем вяжем воздушная петля внизу пропускаем столбик столбик с накидом вяжем воздушная петля то есть мы с вами один рядочек чередуя 3 ряда узора будем 1 рядок вязать филейными квадратик как сам начали а потом следующем ряду мы будем менять местами то есть квадратики с филейным квадратика мы будем вязать над простым квадратом а там где у нас филейный квадрат здесь будем вязать квадратик из просто столбиков он такой очень простой узор но достаточно симпатично смотрится вяжется просто я думаю что это каждый может связать себе на лето такую кофточку топик маечку тут уже вот такая красота чередуются квадраты и все и узор готов вяжем до проймы кто какую высоту любит у меня обычно 40 сантиметров до прыгать до проймы и 60 сантиметров изделия такую маечку грамм 200 я думаю хватит наша с вами задача провязать ровным полотном узорчиком до проймы в среднем получается 40 45 сантиметров вяжем по кругу поворотными рядами по кругу поворотными рядами я ставишь это вяжем 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 получается красота довязали до проймы поделили пополам вязание ровно по центру проймы я оставляю вот один узорчик который мы не вяжем отделяя спинку от переда и точно также с другой стороны спинку от переда теперь я вставлю же сначала спинку так удобнее провязываем спинку ровным полотном я думаю как вязать поворотными рядами ровно полотно просто найти столбики объяснять не нужно это просто это же не узорчик просто столбики провязали ровно по центру маркерами выделила вырез для горловины и еще один узорчик провязала для плеч спинка всегда должна быть чуть длиннее чем перед имейте ввиду теперь наша задача я выделила маркерами центр вот который я вязать не буду а от центра еще один узорчик нужно сократить чтобы сделать такой красивый вырез таким образом я это делал я всегда делаю одинаково всегда всегда и поэтому и показываю всегда одинаково присоединяем ниточку там где у нас стоит маркер ниточку присоединили я провязываю 2 воздушные петли 2 и провязываю столбик такой знаете у нас получается как бы треугольничек вот идет такое сокращение не три воздушные петли а 2 и столбик дальше вяжем по узору узор у нас просто столбики вяжем до маркера наш узор а в обратном вязание я покажу как я дальше делаю убавление на горловине я привязала до маркера вот маркер 2 воздушные петли они три подъема 3 будет некрасивый край 2 поворачиваем обратную сторону и вяжем наш узорчик как он есть если здесь у нас была дырочка значит значит в этом виду мы вяжем просто ровно довязываем до выреза горловины довязываем до горловины остается у нас два столбика который мы еще не вязали и один он же немножечко как и сокращенный последний первый столбик и последний между ними не вяжем провязываем общей вершинкой такой вот как бы опять треугольничек создаем две воздушные петли разворачиваем вязание опять один столбик не вяжем а вяжем следующий и опять у нас треугольничек то есть у нас идет плавное сокращение горловины сокращаем все время одинаково чтобы не запутаться вяжем обратную сторону наш узор в следующем ряду опять будем повторять провязала и опять у нас вот смотрите остается три столбика я провязываю первый столбик с моей стороны и самый последний второй пропускаю задача провязать треугольничек такого соединения столбик не заканчивая и последний столбик который мне уже провязаны а по центру не вижу сокращая сокращая и в одну сторону и в другую сторону по узору у меня остается один два три четыре квадратика то есть больше я сокращать не буду как определить вот у меня на спинке плечо 1234 как определить размер плеча я это делаю обычно так делю всю поверхность допустим спинки на три части условно на три части и уже выделяю на три части поделила четыре узорчика у меня плечо 4 узорчика оставляю на затылок на вырез и 4 узорчика на второе то есть на три части делим две честь две части это плечо возвращаемся к горловине теперь вот небольшой скос у меня был квадратик а теперь треугольничек получился теперь мне остается 4 квадратика которые я буду вязать ровно ничего не убавляя вот а горловина у нас формируется за счет того что мы два квадратика оставили и половинку квадратика сделали вырез точно также с другой стороны абсолютно точно так же ничего не меняем буквально вот один два три четыре сокращения был попробуйте это несложно и вот моя кофточка топик готов что я сделала провязала сшила плечи на изнаночной стороне я всегда прошиваю петля в петлю столбик столбик крючком столбиком без накида я прошиваю всегда и обвязка горловины обвязка горловины я обвязываю сюда 1 ряд полустолбики по факту вот как есть столбик там где у нас арочка столбик столбик потом опять полустолбик там где воздушная петля столбик то есть это не сложно тут надо просто пробовать провязываем все полустолбики по наверное и чисто интуитивно по бокам чтобы они больше не меньше почему головина вязать и и очень мало и это можно распустить если вам кажется что она большая или наоборот и что добавить убавить и точно так же сбоку на пройме просто ряд полустолбиков это очень просто больше никаких не делала движений все как мы с вами смотрели с самого начала начали узорчик довязали до проймы разделили напополам и половинку и полочку я разделила на три части плечо вырез плечо все такая красота получилась тут уснуть и схема такая она предполагает вот такой узорчик вот он я вначале хотела вот он я вначале хотела связать а потом как обычно стала жалко резать нитки я не стала делать я подумала что в белом цвете на лето топик будет самое то зачем его портить какими-то цветными до красками но если будете вязать деткам конечно надо попробовать почему нет топик готов всем приятного просмотра особенно всем кто досмотрел ролик до конца огромная благодарность до новых встреч